Здравствуйте дорогие городи! Сегодня у нас 25 августа и мы уже потихоньку начинаем завершать сезон томатов. Как я говорил, высокорослые томаты я всегда прищипываю, особенно крупноплоды. То есть даю завязаться определенному количеству завязей и прищипываю верхушку. Сделал это я в начале августа, даже в принципе вот с этим сортом в конце, в самом конце июля. И вроде бы еще много расти можно было и где-то наверху образоваться завязями, но они мне не нужны были. Почему? Потому что это крупноплод. Мне нужно, вот у меня созревали, вот сейчас видите, можно сказать на верхних ярусах созревали вот такие вот крупные плоды. Этот сорт Минусинский Великан просто в этом году меня поразил своими крупными плодами на всех ярусах. Просто плоды под килограмм. Понятно, что к этому моменту весь низ мы уже давным-давно собрали. Но как вы можете посмотреть, с подрезкой листьев я также в этом году не торопился. Самые больные листья удалял. Сейчас понятно, что лист начинает уже заболевать кладоспариозом, но на сами плоды это не влияет. Сейчас мы, как я и говорю, уже завершаем сезон. Мы соберем все красные плоды, они созрели замечательно. И соберем все бурые, в принципе, вот такие вот убуревшие. Вот они начинают краснеть, либо у них вот начинает уже краснеть бочок, вот. Либо зеленые, но очень крупные. И в принципе они тоже бурые. Если мы их сейчас уберем на дозаривание, они буквально созреют в течение одной недели. Они также прокраснеют и будут очень мясистые, вкусные, замечательные томаты. Вот этот прием, который я делаю уже не первый год, позволяет вот именно к концу сезона собирать крупные. У крупноплодов, еще раз повторюсь, собирать крупные, именно зрелые или в технической спелости томаты. А не иметь очень много вот сейчас, в данный момент, все равно листва так и так бы у нас заболела. Стояла очень плохая погода с точки зрения заболеваемости. Были прямо дожди, наверное, недели две. Лили, лили, лили без конца. Вот сейчас первый день солнышка у нас. И, конечно, что бы мы ни делали, все равно, если нет солнца, если стоит высокая, высоченная просто влажность, как бы не проветривать теплицу, она стояла. И, разумеется, в этот период заболевания все равно будут. Они никуда не денутся. И поэтому вот сейчас иметь кучу, вверху кучу маленьких зеленых томатов, это мне вообще, да и смысла в этом нет. Потому что все равно кусты заболели. Мы сейчас все будем срочно убирать плоды, срочно убирать кусты из теплицы. Чтобы кладосприоз, вот именно грибок, очень активно не распространился и в почве, и на самой теплице. Все равно, конечно, дезинфицировать все это будем, это уж 100%. Но, тем не менее, уже сейчас надо это срочно все из теплицы выносить. Но, здорово, что я, конечно, все вовремя прекратил, никакого роста кверху нет. И мы соберем, прекрасно соберем оставшийся урожай, который тоже не маленький. А уже собрали с этого сорта, ну просто, наверное, тонну, я не знаю. Внизу висели просто кувалды какие-то вот такие. Конечно, в этом году этот сорт просто меня поразил. Именно тем, что он даже до верху завязывает именно очень крупные томаты. И урожайность была выше всяких похвал. Вот на этом, в принципе, сегодня все. Мой расчет оправдался. Особенно вот в эту погоду, которая стояла у нас в этом году. И именно к моменту активного заболевания кустов у меня и завершается сезон. На этом сегодня все. До свидания. До скорых встреч.